Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Контракт на три года. Самарский моторостроительный завод будет собирать двигатели для бомбардировщиков. Волна колокольного звона над Россией. Страна отмечает День Крещения Руси. Снести. Нельзя оставить. В Самаре демонтируют нелегальные киоски. Завод Кузнецова поставит для Минобороны двигатели для бомбардировщиков. Это стало известно на совещании, которое провел на Самарском предприятии замминистра обороны России Юрий Борисов. Ключевые вопросы обсуждения, ремонтная программа двигателей самолетов дальней авиации и постановка на серийное производство двигателя НК-32 серии 02. Агрегаты поставят на бомбардировщик Ту-160, который поднимется в небо уже в первом квартале 2018 года. Сейчас завершается подготовка контракта на три ближайших года, сообщает пресс-служба ПАО Кузнецов. Колокольный звон над разными городами и странами. Сегодня день Крещения Руси. Праздник отмечается как церковно-государственный. Во всех храмах Русской Православной Церкви ровно в полдень по местному времени звонили колокола. Это более 45 тысяч церквей во многих государствах мира. С праздничного богослужения в Самаре. Олег Зверев. Исторический выбор и национальные идеи на тысячу лет вперед. Сегодня день памяти святого князя Владимира. Церковь называет его равноапостольным. В Самаре центральным местом торжеств стал свято-владимирский храмовый комплекс на проспекте Металлургов. Праздничное богослужение возглавил митрополит Сергий, а сразу по окончании литургии зазвонили колокола. Ровно в полдень по местному времени раздался праздничный перезвон во всех храмах Русской Православной Церкви. Первыми зазвонили православные храмы Японии, затем российский Дальний Восток и далее по часовым поясам. Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Украина, Беларусь, а также Израиль, Сербия, Германия. Волна колокольного звона обогнула земной шар. В честь крещения Руси звонили даже в Америке, в Австралии и в Антарктиде. В современной исторической науке не утихают споры о значении христианского выбора князя Владимира. Но никто из историков не отрицает, что лишь после принятия восточнохристианской идеи Русь стала развиваться как государство. А впоследствии была создана уникальная цивилизация, в которой мирно существовали разные народы и религии. Великое божественное действие – это наш земной путь, который ведет Царствие Небесное. Потому-то в вере и определялось название нашего Отечества много и много столетий называлось Святой Руси. Это имеет очень глубокие корни. И поэтому Святой князь Владимир заложил эти основы. День крещения Руси теперь отмечается не только как церковный, но и как государственный праздник. За последние 30 лет в России было открыто более 30 тысяч храмов, а многие считают это время новым крещением Руси. По статистике, 80% жителей страны сегодня называют себя православными. Крещение и венчание вновь становятся неотъемлемой частью русского быта. Миллионы людей приходят в храмы, чтобы прикоснуться к христианским святыням. Христианство сформировало вообще славянскую природу, славянскую сущность вообще как таковую. И все то, что у нас происходит вообще в государстве и в мире, в первую очередь, связано с духовными корнями, с теми нравственными основами, которые вообще заложены в каждом христинине. И, как говорил защитить артуриан, каждая душа по своей природе христианка. По мнению верующих, христианская идея еще сыграет свою роль в будущем возрождении России. Важно, чтобы наряду с физикой и экономикой люди не забывали о таких принципах, как не укради, не убей и возлюби ближнего. Олег Зверев, Константин Головин. События. В Самаре продолжают демонтировать нелегальные киоски. Только в Кировском районе запланировано до конца года убрать более 40. Сегодня эвакуатор нагрянул на Московское шоссе. На месте события работает наш корреспондент. С самого утра на Московском шоссе стоит устойчивый запах тухлого мяса. Рабочие демонтируют здесь один из киосков. В списке незаконных он числится с 2015 года. Настоящего владельца установить не удалось. Последний арендатор торговал здесь мясом и не заботился ни о санитарных условиях, ни о качестве продуктов. Сейчас будет производиться вывоз. С последующим мы его отвезем на штрафстоянку. До того момента, пока не объявится хозяин. Потом он к нам приходит с заявлением, что приносит документы, что это его объект. Платит за простой, платит за вывоз. И, в принципе, мы отдаем этот объект. Всего в реестре незаконных киосков в Кировском районе числится больше 170 объектов. У владельцев киосков еще есть время самим вывести свои торговые точки. Пеневой бизнес не выходит на контакт. Но в 2016 году самостоятельно предпринимателями с территории района вывезено 39 объектов. В 2017 году уже вывезено 14 объектов. Работа эта продолжается. С начала года с территории Самары уже вывезли 100 незаконных торговых точек. В планах освободить улицы еще от нескольких сотен объектов. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский пилот погиб при падении самолета в Абхазии. Трагедия унесла жизни еще двух человек. Легкомоторный самолет разбился в Питсунде. Погибли 30-летний житель Московской области, 47-летний житель Самары, который управлял самолетом, и 6-летняя девочка. Известно, что перевозку пассажиров осуществлял местный коммерческий авиаклуб. В настоящее время сотрудники МВД выясняют все обстоятельства случившегося. Ребенку, умершему в стоматологической клинике, ввели 6 препаратов, сообщает портал Волга Ньюз со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако эксперты указывают, что это нормальная практика. Напомним, мальчик скончался в клинике 23 июля. Ребенок боялся предстоящих процедур, поэтому решено было лечить зубы во сне под общим наркозом. По версии следствия, во время процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна, у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. В тот же день было возбуждено уголовное дело. В Самарской области полтора раза выросла заболеваемость ожирением. Сейчас из 100 тысяч человеком страдают 2 тысячи. При этом первой строчке антирейтинга занимает Кенчеркасский район, Челновершинский и Новокуйбушевск. Стойкое снижение показателей в Богатовском, Кляминском, Большечерниковском районах. Каждая шестая жалоба в местный Роспотребнадзор на плохое качество оказания услуг связана с ЖКХ. А полиция предупреждает, эта сфера – одна из самых благодатных для мошеннических операций. Основные виды афер – квитанции могут содержать счет за дополнительные услуги, которые не оказывались или могут сами являться подделкой. Подозрительные предложения предлагать будут разные – включение дома в какую-либо адресную программу текущего или капитального ремонта до оборудования подъезда пантусами. Необходимо взаимодействовать только с кристально чистыми фирмами, тщательно изучать и проверять их документацию. Полицейские призывают самарцев быть бдительными. Старые терминалы Курумыча снесут в этом году. Международный аэропорт ищет подрядчик. Информация об этом размещена на портале госзакупок. За 60 календарных дней подрядчик должен будет демонтировать существующие здания, вывести мусор, засеять газон, установить новые бордюры и 3D-ограждения. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,5 миллионов рублей. На аукцион было подано 15 заявок, из них 9 участников допущены к проведению торгов. Конкурсная комиссия примет решение до 21 августа. С тахановскими темпами в Самаре ремонт улицы Чапаевской закончит на два месяца раньше срока. Помогает в этом круглосуточная работа, необходимое количество рук и техники и особенная технология. Какая узнал наш корреспондент. Ремонт улицы Чапаевской в Самаре ведут сразу в двух направлениях. Пара асфальтоукладчиков в ночи двигаются по разные стороны от пересечения с Ленинградской. 25 человек из четырех бригад и 12 единиц техники позволяют ремонтировать улицу в два раза быстрее. Если позволит погода, закончит уже в августе. После чего начнется контроль выполненных работ. По завершению работ, чтобы не вылазить за рамки контракта, будет оформляться документ. То есть будут проводиться лабораторные испытания и замеры. То есть кураторы будут выезжать на объект, смотреть все это и принимать работу. Комплексный ремонт улицы Чапаевской начался в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего. На участке длиной 2 километра и площадью 20 тысяч квадратных метров заменены люки колодцев и бордюрные камни. В порядок привели тротуары, приступили к благоустройству газонов. За ночь подрядчик уложил 1200 тонн высокопрочной полимерной смеси, за счет которой покрытие проезжей части будет устойчивее к погодным перепадам и механическим воздействиям. Жители к ночным работам относятся с пониманием. Днем ведутся работы по устройству тротуара и по замене бордюрного камня. Работа по устройству асфальтопотонного покрытия на проезжей части днем вестись немного, потому что на данном участке дороги интенсивное движение. Мы предупреждаем жителей, что ночью будет производиться работа по укладке асфальтопотонного покрытия. Жители относятся с пониманием. Они понимают, что это выжил интерес. Комплексный ремонт выполняют по федеральной программе безопасные и качественные дороги. За счет нее только в Самаре до конца этого года отремонтируют 46 улиц. Всего же в Самарской области отремонтируют 93 дороги, в том числе и в других городах региона. Марина Матвеевична, Андрей Горгуленко, Артем Суайманов. События. Вручили сувениры и благодарность за активную жизненную позицию. Инспекторы ГИБДД поощрили самых активных самарских общественников, которые помогают выявлять нарушители правил дорожного движения. Снимают их на фото и видео и выкладывают в соцсети. Водители нередко пытаются найти оправдание своему неадекватному поведению, ссылаясь на недостатки улично-дорожной сети, а порой и вовсе демонстрируют отсутствие элементарной этики. Сегодня были определены лучшие, те, кто более активно участвовал в жизни города по выявлению данных, ранее сказанных, как нарушений, так и недостатков. Вручены были благодарственные письма, а также ценные подарки. Гроза и зной ожидаются сегодня в Самаре, обещают синоптики. С утра в городе уже прошел ливень. По прогнозу гидрометцентра днем в отдельных районах губернии возможно гроза. Погода при этом останется жаркой до 34 градусов. В субботу 29 июля осадков не ожидается, а вот в воскресенье 30-го снова может пойти дождь. Напомню, в первой половине лета 2017 года погода в Самарской области была очень дождливой. Жара наступила только во второй половине июля. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Новые правила игры в ЖКХ. Владельцы квартиры должны сами диктовать условия управляющим компаниям, а не наоборот, считает самарский губернатор. Решает проблему на месте. В Самаре полным ходом работает новый проект губернатора «Мобильная приемная». Семь медалей разной чеканки. Самарские спортсмены удачно выступают на Сурдлимпийских играх в Турции. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА